Чья возьмет? И это не о выборах, а о конфликте в Одессе между военными и бизнесменами. Как расширить территорию торгового центра за счет важного военного объекта и легко изменить его границы, похоже, знают местные коммерсанты. Несколько десятков молодых людей в масках возле забора воинской части. Вот один из них бросается с кулаками на солдата. Это территория военного аэродрома Школьный. Объект относится к числу особо охраняемых. Но в воскресенье неизвестным никто не помешал демонтировать здесь забор и установить свой, металлический. Тем самым, говорят в Министерстве обороны, изменив границы воинской части. Но как такое могло произойти на военном объекте? Представители ведомства отвечают, дескать, рейдерский захват, а совершил его застройщик, который рядом возводит торговый центр. На вопрос к забудовщикам, на основе чего они изменяют межу военно-местечка, они сообщили, что у них есть соответствующие решения Одесской обороны. Но именно решение они не дали. В полиции, которая жестких столкновений не допустила, рассказывают, спор по поводу границ земельного участка между бизнесменами и военными длится несколько месяцев. И уверяют, у коммерсантов документы на землю есть. Правда, журналистам непонятно, на каком основании местные власти выдали бизнесменам подобные бумаги. Если вы не задоволенны, что люди отримали какие-то права на приватную власть и на своей земле, облаштовывают, огорожают топорканы, идите, обратитесь к суду. Собственно, именно так в Министерстве обороны и намерены сделать – обратиться в суд. Однако инцидент сам по себе вызвал резонанс. Оказывается, можно нанять тетушек, фактически напасть на воинскую часть и установить здесь свои границы. Застройщик от парней в масках просто открестился. Наших представителей в масках не было. Скорее всего, это были общественники, активисты, которые были возмущены действиями, которые происходили. Военная прокуратура Южного региона сочла долгом отреагировать на происходящее. Отделалась сухой информацией на сайте о том, что расследование начато. Предварительная квалификация – нарушение уставных прав караульной службы. В СБУ призывают рассмотреть ситуацию на заседании профильного парламентского комитета. И там, разумеется, заверили – кто бы ни стоял за нападением и какими бы мотивы ни были, нападавшие должны быть наказаны. Военные же в своем официальном обращении предупредили – если рядом с их объектом будут провокации, они имеют право применить оружие. Полиция на всякий случай взяла под охрану и военный аэродром, и торговый центр. Ирина Волк, подробности, телеканал Интер, Одесса. Субтитры создавал DimaTorzok